Не подумайте, что это фантастика. Это проект летательного аппарата 21 века. Изобретение уже запатентовано. Так начинался наш репортаж двухлетней давности о его авторе, тюменце, бывшем летчике Евгении Бугрове. Он предложил принципиально новый вид двигателя, работающего на энергии плазмы. Его летающая тарелка теоретически может развивать скорость до 200 тысяч километров в час. Здесь используется плазма инертных газов, поэтому он летает совершенно без шума, с огромными скоростями, что в космосе, что сопротивления воздуха нет, потому что он вокруг вот этой электрической плазмы окутан. Откровенно говоря, мы тогда не верили, что наш репортаж поможет изобретателю. Но случилось чудо. Его идею заметили. Международная выставка инноваций, изобретений и товаров проходила в Швейцарии. В Женеву Евгения Бугрова пригласило Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов. Его изобретение летательного аппарата вызвало фурор в научном мире. Сразу заинтересовались итальянцы, немцы, швейцарцы. Ну, стали предлагать как-то вместе работать над этой темой, дать деньги их готовы. Евгений Бугров и соавтор Олег Чизов получили две серебряные медали еще за одно изобретение. Это электростанция нового поколения. Используется все та же плазма. Как показывают математические расчеты, для такой электростанции хватит на полгода работы всего лишь двух баллонов газа. Можно обеспечить теплом и энергией небольшой город. Невероятная экономия топлива и экологическая чистота. Однако за эту идею, увы, пока никто в России не ухватился. Зато ухватились менеджеры на Западе. Однако нефтяники и газодобытчики идею пока не приветствуют. Денег на новинку не дают. Если вся экономика завязана на добыче лефти, то представьте, зачем им нужна дешевая энергия. Мы им конкуренты. Поэтому многие ведь идеи из России ушли из рубеж. Мне бы не хотелось, например, совсем уезжать отсюда. В портфеле изобретателя появилось еще несколько новых патентов. Недавно он изобрел, например, устройство для спасения людей из горящих высотных зданий. Это ранец-паучок. В нем специальное устройство. С его помощью человек может спускаться по отвесной стене. Идею изучают в МЧС. Запатентован и лазер. Это своеобразная реализация литературного фантастического гиперболоида инженера Гарина. Луч способен разрезать хоть горы, хоть броню танка, как масло. Используется все та же энергия плазмы. Частицы света становятся частицами вещества. То есть это может резать металл на 40-50 километров. Это невидимо ультрафиолетового излечения. Гении-изобретатели живут среди нас. Сумеет ли наша страна оценить их идеи в посткризисный период? Найдем ли мы деньги на технический прорыв? Хотелось бы. Иван Троцежский, Сергей Харитонов. Вести регион Тюмень.